Здравствуйте, уважаемые зрители! Веская причина, которая могла бы побудить США к воинствующим санкциям против российского президента Владимира Путина, в западных средствах массовой информации практически находится вне внимания. Но на нашем канале, уважаемые зрители, мы с удовольствием освещаем подобные темы, чтобы вы сами смогли сформировать свое собственное мнение. Добро пожаловать! В 2011 году Путин открыл в Санкт-Петербурге сырьевую биржу нефти и газа, на которой отделившись от доллара торгуют в рублях и китайских юанях. За отделение от нефти и доллара некоторые главы государств должны были уже поплатиться своей жизнью. Также мало принимается во внимание то, что в Севастополе, в Крыму, наряду с расположенным там военным флотом России находятся также нефти и газопроводы, которые, среди прочего, служат для обеспечения Европы. США называют российскую защиту торговых и ресурсных путей нелегальным захватом Крыма. Если возникнет война между Западом и Востоком, то в первую очередь проблема будет не у Америки, а у нас, у европейцев. Ведь тогда военные столкновения происходили бы у нас. Кто хочет получить впечатление, что значит быть втянутым в такую войну, тот может посмотреть снимки из Ливии, Сирии, Ирака или из Афганистана. Бомбы и беспилотные самолеты настигают не политиков и не главных редакторов, а, как правило, простых граждан, семьи, друзей, детей. На этом я прощаюсь с вами и до скорого. Продолжение следует...